Девушки отдыхают направленные на раскол Советского Союза, на уничтожение великой державы. Итак, это было в декабре, 7-8 декабря 1991 года. И возникает один вопрос, очень существенный. Какие силы за рубежом это делали? Можно какие-то предположения иметь, опираться на высказывания президента, например, Клинтона, или на высказывания Бжезинского, или Метлока, и так далее, и так далее. Но есть одно свидетельство, которое связано с самим существом развала Советского Союза. Это свидетельство принадлежит премьер-министру тогда Великобритании Маргарет Тэтчер. У меня была в мае месяце 1991 года встреча с Маргарет Тэтчером. Она продолжалась около двух часов. Маргарет Тэтчер, которая являлась жестким сторонником рыночной экономики, внедрением рыночных отношений. Она у меня все время спрашивала, а как у вас так построено, что могут республики выйти из Союза и так далее. Я ей рассказывал, как создавался Союз, как он возникал, какие были отношения к Конституции и так далее. Прошло время с мая до декабря. И в ноябре месяце Маргарет Тэтчер выступала, это 1991 года, выступала в Хьюстоне на Конгрессе химиков. И она поведала этим людям и, я думаю, всему миру, как капиталистический мир старался уничтожить Союз Советских Социалистических Республик. Можно было бы мне, как говорится, только рассказать об этом, но лучше, чем рассказывала Тэтчер, выступая в Хьюстоне, не скажешь. Поэтому мне кажется, что мне надо просто прочитать, что говорила тогда Маргарет Тэтчер. Советский Союз – это страна, представляющая серьезную угрозу для западного мира. Я говорю не о военной угрозе. Ее по существу не было. Наши страны достаточно хорошо вооружены, в том числе ядерным оружием. Я имею в виду угрозу экономическую. Благодаря плановой экономике и своеобразному сочетанию моральных и материальных стимулов Советскому Союзу удалось достичь высоких экономических показателей. Процент прироста валового национального продукта у него примерно в два раза выше, чем в наших странах. Если при этом учесть огромные природные ресурсы Союза и при рациональном ведении хозяйства, были вполне реальные возможности вытеснить нас из мирового рынка. Вот что говорила Тетчер. Поэтому мы всегда предпринимали действия, направленные на ослабление экономики Советского Союза и создание у него внутренних трудностей. Причем основным было навязывание гонки вооружений. Важное место в нашей политике занимал учет несовершенства Конституции СССР. Формально она допускала немедленный выход из СССР любой пожелавшей этого Союзной Республики, причем практически путем решения простым большинством ее Верховного Совета. Правда, реализация этого права была в то время практически невозможна из-за цементирующей роли компартий и силовых структур. И все-таки в этой конституционной особенности были потенциальные возможности для нашей политики. К сожалению, несмотря на наши усилия, политическая обстановка в СССР долгое время оставалась весьма стабильной. Сложилась весьма трудная для нас ситуация. Однако вскоре поступила информация о ближайшей смерти советского лидера и возможности прихода к власти с нашей помощью человека, благодаря которому мы сможем реализовать наши намерения в этой сфере. Это была оценка моих экспертов. А я всегда формировала очень квалифицированную группу экспертов по Советскому Союзу и по мере необходимости способствовала эмиграции из СССР нужных специалистов. Этим человеком был Михаил Горбачев, который характеризовался экспертами как человек неосторожный, внушаемый и весьма честолюбивый. Он имел хорошее взаимоотношение с большинством советской политической элиты и поэтому приход его к власти с нашей помощью был возможен. Деятельность Народного фронта не потребовала больших средств. В основном это были расходы на множительную технику и финансовую поддержку функционеров. Однако весьма значительные средства потребовала поддержка длительных забастовок шахтеров. Большие споры среди экспертов вызвала вопрос о выдвижении Бориса Ельцина в качестве лидера Народного фронта с перспективой последующего избрания его в Верховный Совет России, Российской Федерации в противовес лидеру Горбачеву. Большинство экспертов были против кандидатуры Ельцина, учитывая его прошлое и особенности характера. Однако состоялись соответствующие контакты и договоренности и решение о проталкивании Ельцина было принято окончательно. С большим трудом Ельцин был избран председателем Верховного Совета России и сразу же была принята декларация о суверенитете России. Вопрос, от кого, если Советский Союз был в свое время сформирован вокруг России, непонятно, это было действительно началом распада СССР. И Ельцину была оказана существенная помощь и во время событий августа 1991 года, когда руководящая верхушка СССР блокировала Горбачева и попыталась восстановить систему, обеспечивающую им целостность СССР. Сторонники Ельцина удержались, причем он обрел значительную, хотя и не полную реальность власть над силовыми структурами. Все союзные республики, воспользовавшись ситуацией, объявили о своем суверенитете. Правда, многие сделали это в своеобразной форме, не исключавшей их членство в Союзе. Таким образом, сейчас де-факто произошел распад Советского Союза, однако де-юре Советский Союз существует. И я уверяю вас, что в течение ближайших месяцев вы услышите о юридическом оформлении распада Советского Союза. Вот эта речь Тэтчер, она все объясняет, позицию Запада показывает полностью. Эта речь была произнесена примерно за две недели до сообщения о Беловежских соглашениях. Что в ней важно отметить? Отметить, что здесь говорится о том, что Запад прекрасно понимал роль коммунистической партии как ядра Союза. понимал, насколько силен Советский Союз, если сохраняется его плановая экономика. Понимал расстановку сил тех, кто носил звание коммуниста или занимал какую-то должность, а работал против на рынок, на рыночные отношения, на ослабление роли государства. Все это в открытую было сказано Тэтчер. Сейчас совсем недавно я получил книгу ее новую. Она повторяет в значительной степени то, что было сказано в Хьюстоне за буквально несколько недель до распада, разрушения Советского Союза не только внутренними силами, но и силами враждебными советскому строю, коммунистической партии, силами, которые разобщили нашу великую Родину. Я все-таки уверен, что рано или поздно движение за сохранение советского власти, за социализм будет возвращено нашим народу.